СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Тему очень такую, с моей точки зрения, не то что сложную, но тему, которая задевает очень часто многих людей, и в том числе людей, которые положительно относятся ко многим явлениям жизни, и людей, которые не очень положительно относятся. Что я хочу сказать, не буду предварять, не буду предварять. Давайте назовем тему, да? Ну, мы сегодня хотим поговорить об отношении к инвалидам, больным, старикам, то есть к людям слабым, да? И насколько этично для родственников таких людей использовать в уходе за ними сиделку, определять их, пусть даже в очень хорошее, там, социальное, либо медицинское учреждение. Ну, как он раньше назывался, например, там, дом престарелых. Да, дом престарелых. Насколько это правильно отправить своего старика, как многие там выражают, там, маму, папу, бабушку, дедушку в дом престарелых при живых потомках. Ну, мы учитываем, да, всё-таки, что разного формата бывают эти учреждения, то есть они бывают и государственные, о которых мы слышим не очень много хорошего. Бывают частные, где вроде бы созданы все условия, где люди одного возраста могут общаться между собой. И я знаю даже случаи, что и браки там случаются, да, уже в таком достаточно взрослом возрасте. Ну, то есть, вот такая у нас тема. Ну, и надо всё-таки, наверное, понять, от чего мы отталкиваемся, всё-таки в культуре, наверное, вот, ну, всех людей, которые выросли на территории Советского Союза, да, есть такое, что всё-таки стариков, ну, стариков своих, да, и своих близких надо как-то ухаживать за ними самим. Так ли это? Вопрос ко мне, я понимаю. Да, да, да. Что по этому поводу думают верующие? И вы, и отец Пётр, вопрос к обоим нашим гостям. Бесмилляхи рахмани рахим. С именем Всевышнего, Милостивого и Милосердного ко всем своим созданиям на этой земле. И Милостивого и Милосердного только тем, кто уверовал в него в судный день. Здесь проблема, мне кажется, кроется в том, что уйдёт на смену постмодернистское общество. С критериями оценки, критериями отношения к человеку, только в том, чего он достиг материально и статусно. Традиционное общество, которое осталось, наверное, только в так называемых промышленно отсталых странах, но которое держится за устои предков, за традиции. И таких проблем нет. Таких проблем нет. Даже в Советском Союзе есть, в России есть места, где нет промышленности. Но у них нет детских домов и нет домов престарелых. Всевышний нам объясняет, что я создал вас сначала из капли, затем сделал маленьким кусочком плоти, затем вывел вас из матери, затем сделал вас совершеннолетними, и потом сделал вас престарелыми, немощными. И обязал нас веровать в него, и обязал нас относиться милостиво к своим родителям. Даже слово «уф», что означает «о как, я от вас устал». Даже «уф» запрещено говорить родителям. Старики – это чьи-то родители же, это чьи-то родственники. И когда мы плохо к ним относимся, мы должны проецировать, как к нам будут относиться. Это в любой монотеистической религии, во всяком случае, в обществе, в российском обществе есть. Как ты хочешь, чтобы к тебе относились, так и сам относись. Это, видимо, отец Пётр, который не даст соврать, и в христианстве есть, в исламе есть. Это заповедь отношений между людьми. Но в исламе это предписано категорически словами Всевышнего в Куране, примером и словами благословенного пророка Мухаммада, который говорит, «Тот, кто без милости относится к пожилым, тот не из нас. Вообще не мусульманин». – Неверующий. Друг шайтана. – Нет, он сказал, не из нас, не из нашей общины. А насчёт его веры там вообще сложно говорить. Пусть он сам отчитывается перед Всевышним. А канон отношений таков. – Ведь я уже начал с того, что «Рахман», «Рахаим» – имена Всевышнего Аллаха, означающие прежде всего милость. Если мусульманин будет относиться с высокомерием, пренебрежением, а хуже того – вредить, вот этим пожилым немощным, то пусть он ждёт для себя тот, как был один случай, мне рассказали, что один человек всю жизнь мучился. Всю жизнь мучился от своих детей. Он от них не имел даже мгновения покоя. Так они издевались над ним. И его друг, такой всё-таки был, спросил его, «Скажи мне, в чём причина-то такого отношения к тебе, таких твоих мучений?» А он говорит, «Я, когда маленький был, был непослушным и издевался над мамой. И один раз я увидел, что мама подняла руки в молитве и плачет. Я спрашиваю, «Мама, что ты плачешь?» Она говорит, «Сынок, я очень устал от твоих издевательств. И я прошу Всевышнего, чтобы ты даже половины не испытал тех трудностей, какие испытал я от тебя». И вот этот человек всю жизнь мучается. Когда мы оказываем помощь больным людям, старикам, которые сами себе ничего не могут, мы выполняем то предписание, которое пророк Мухаммад в мире ему своим сподвижникам дал. Он однажды вышел к своим сподвижникам и приказал им собрать пожертвования. И когда собрались две кучи пожертвований, одна из одежды, другая из продуктов, один асхаб принес столько денег в мешке, что люди не могли поднять даже его. И тогда лицо пророка Мухаммада в мире ему сделалось счастливым. Он сказал, «Вот вы теперь настоящая община». – То есть объединились, да, получается? – Да, объединились в благе. А когда мы не будем помогать немощным, нам кто будет помогать? Кому мы нужны? Мы никому не нужны. – Ни у кого нет гарантии, что он не будет немощным. – Мало того, что все будут. – Да я вот сам. – Все будут с возрастом. – Если бы мне даже 4 года назад бы сказали, что я буду ходить с палочкой, я бы сказал, «Вы что, окститесь? Как так-то? Я такой крепкий. Я подпрыгиваю, из меня бурлит энергия. А Всевышний повелел сделать моему организму так, что я еле-еле передвигаюсь». И вот сам на себе ощущаю милость Всевышнего ко мне через людей. Даже те, кого я в какое-то время, может быть, не любил, недооценивал, они мне помогают подняться по лестнице. Ногу из машины вынимают мою так, чтобы я мог выйти из нее. Простые вещи. Но без этих простых вещей я бы не выдержал, может быть. И когда сам больной и немощный человек не обращается к Богу за милостью, не просит у него прощения из-за своих грехов, а это может быть последствием его собственных грехов, то как же он получит помощь? В результате мы видим один центр – Бог, который нас вместе собирает в благе. и говорит «Таавану ляльбири ва таквава ля таавану ляль-исмива льудван». Помогайте друг другу, Аллах говорит, в благе и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и во враждебности. Приказ же категорически. И вот каждый мусульман обязан так рассматривать свое отношение к людям вокруг себя. То есть не только к старикам, а вообще? Да, вообще. Да, но я все-таки... Это основной принцип. Да, я все-таки вопрос-то конкретизирую. Видите, дело в чем? Мы же говорим не о том, что старики или люди немощные, или люди слабые, они брошены родными. То есть они о них вроде бы позаботились, определили их в определенные там учреждения. Ну, Аня, тут же с тобой не соглашусь. Слово брошено, просто ты какой смысл как бы придаешь? Вот я, если... Простят меня, те, кого я обижу... Вот смотрите, да, Мурислав Хаджи. Я, если... С моей точки зрения, если ты отдал своего родителя в дом престарелых, ты бросил их. То есть вне зависимости от того, насколько хороший там уход. Я видел прекрасный уход за границей, в домах престарелых. Я видел, как прекрасный, здоровый, молодой архитектор со своей женой, после того, как, значит, его отец умер своей смертью, слава Богу, когда он поместил свою мать в дом престарелых. Хотя они жили рядом. То есть он мог бы каждый вечер, возвращаясь с работы, просто там зайти, принести. И я видел, как эта женщина в течение полугода потеряла память, перестала узнавать людей. Хотя это был прекрасный дом отдыха, как они называют, там, да, пансионат и так далее, и прекрасный уход там, и доктора там, то есть там, ну, это дорого стоит, потому что у неё там хорошая пенсия, она там может платить за это, там, по страховке, там, и всё такое. Поэтому для меня, то есть я тогда первый раз это видел и думал, ну, ты же богатый человек, да и твоих денег им не надо, у твоих родителей достаточно денег. Ну, зачем ты вот так про себя, я, конечно, его не спрашивал, потому что, ну, это их жизнь, их культура сложная как бы. Ну, когда они мне через полгода прислали открытку, просто, ну, в таких отношениях там более-менее, что вот там покинула этот мир, значит, вот бабушка там и всё такое, я, честно говоря, вот. Но это без претензий к ним, потому что, скорее всего, я сам себе могу кучу претензий как бы предъявить там по жизни, а просто вот в моём понимании, ты когда говоришь брошено, это такое понятие, что такое брошено. Ведь брошено не потому, что ты там кормишь или не кормишь твоих родителей, хотя это тоже мы иногда встречаем там немощных родителей, а брошено по-человечески, то есть этим людям твоё тепло всё ещё нужно, они помнят, что ты их ребёнок. Я хорошо, исключение, да, во-первых, отец Пётр, да, попросим вас высказаться, вот. Разволновался, да, микрофон убал. Я в первую очередь хотел бы сказать о том, что вот поделиться своими наблюдениями. Я заметил, что когда человек молодой, когда ему лет 20-30, ему надо много денег, ему надо хорошо одеваться, хорошо кушать, ему надо хорошее жильё. Хорошее развлечение. Да, ему очень много чего надо. Когда человеку уже где-то за 50, он говорит, счастье не в деньгах, счастье в здоровье, лишь бы было бы здоровье. Но когда человеку за 70, ему нужно только внимание, нужно только внимание. И вот одно слово, чтобы кто-то, дети позвонили, спросили просто, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь, и всё. И человек счастлив, и больше ему ничего не надо. То есть, вот, чем с годами, с годами, вот, остаётся очень важно это внимание. И, вот, Азиз Олевич говорит, да, вот, действительно, там может быть хорошее помещение, у него может быть всё, но если нет внимания, если вот нету хотя бы капельки сочувствия, вот, человек засыхает. Засыхает, как растение без солнца. Ценности меняются с годами. Ну, а если всё-таки вот такая ситуация, вообще исключение бывает, но бывает ведь такое, да, что дети и родители живут в разных городах. Бывает. Бывает такое. Бывает. Вот, у детей, например, работа, если это какой-то большой город, и они очень там заняты. Допустим, это Москва, где дорога до дома отработает, может занимать час или полтора. Да, а человек в преклонном возрасте отказывается ехать в Москву. Вот не поеду я в Москву. Вот это и есть тот выбор, вот, ну, у меня, наверное, как бы наши уважаемые гости поправят, если что, вот это и есть выбор. Вот какой-то момент, вот ты чем готов пожертвовать? Вот это сложный выбор для человека на самом деле, да, вот когда твой родитель становится немощным, я сталкивался с такой ситуацией. В этой ситуации ты ещё стоишь, у тебя, может быть, ещё и дети есть, которым тоже что-то нужно дать. Да, когда, значит, вот там предлагаешь родителям, говоришь, ну, давай, переезжай, как бы я, всё, я для тебя приготовил отдельную комнату там и так далее. Очень сложно бывает этим людям переехать к своим детям, потому что люди очень часто ещё и становятся привязанными к тому месту. И воспоминания к друзьям. Нет, я уже не поеду, что я поеду к тебе? У меня тут вот улица, соседка, мечеть или храм там, вот, что я к тебе поеду там, что-то я там... У меня здесь вся жизнь прошла. Ты будешь на работе там, а я буду целый день, а тут я выйду там сюда, туда и так далее. Ну, и сколько случаев, когда перевозят, и человек... Да. Очень скоро и... То уже чахнет. Да, бывает такое. То уже чахнет. Да, не может прижиться уже. И вот что делать в этой ситуации? Вот как в таких ситуациях? Конечно, наверное, таких вопросов очень много, да? Они в последнее время много, но раньше на протяжении многих веков такого вопроса не стояло. Потому что если мы посмотрим, там, в 4 веке святитель Иоанн Златоуст хочет идти в монастырь, он ещё молодой. Нет, нельзя, ты ещё маму... за мамой надо ухаживать. То есть, когда вот она ему говорит, ты меня похоронишь, я тебя благословлю. И он её довёл до последних дней. Потом преподобный Сергий Радонежский, тоже хочет уйти в монастырь. Нет, родители, вот пока ты их не довёл, пока не похоронён, ты не имеешь права. Вот он выбор-то. И вот последний ребёнок всегда, и вот это была его обязанность, последний ребёнок в семье... Остаётся с родителями, остаётся с родителями. У него выбора нет. А если один ребёнок действительно? Ну и потом всё-таки сейчас и на немецкой ситуации. Потому что сейчас и географически семьи тоже разъезжаются в разные города. А если один, это уже сам родитель виноват. Нет. Ну, по-всякому бывает, Азиас Ильич. Я с вами в цикле передач про производство детей, так уж утрированно скажу. Помните, я сказал, не влезайте в прерогативу Аллаха. Да. Количество детей – это его промысел, Божий промысел. А как говорят татары, бездан харакат, Аллах тан баракат – от нас действие, а Всевышнего результат. Поэтому количество детей не от нас зависит. Но если не харакат и бараката не будет, как же не от нас-то? Однозначно всё правильно. Но не нами предписано, сколько у нас будет детей. Допустим, есть один ребёнок. Вот ситуация, да? Когда два, три мальчики, девочки, там можно варьировать. Там попроще, да. Попроще. А когда один ребёнок? Один мальчик или одна девочка из детей? Вот здесь ситуацию надо рассматривать. Конечно же, мы с вами можем сказать, что да. Нам привести примеры из жизни наших святых предков. И мы, мусульмане, можем привести примеры, когда один из подвижников пророка решил бросить всё и пойти на защиту религии. Ему пророк сказал, останься с родителями. Он ему даже хадж запретил совершать. Он говорит, пока родители у тебя живы и немощны, ты никуда от них не уходи. Это есть. Но мы с вами, если попытаемся дать рецепты, реально действующих рецептов, мы не сможем дать. Потому что каждая ситуация индивидуальна, да? Каждая ситуация индивидуальна. Но есть же основные принципы. Вот принципы. Аллах говорит, а не шкурли вали вали дейк. Будьте благодарны мне и своим родителям. Всевышний поставил родителей сразу после себя для благодарности. Если человек не будет благодарить, то как же Всевышний увеличит его удел? То есть, когда вы говорите быть благодарными родителям, имеется в виду и то, что ты должен сделать всё в этой жизни для того, чтобы твои родители были довольны. Да, а без родителей ты бы не появился на этот свет, не смог бы себе заработать на хорошее место в раю. А в раю вечность. А те, кто не верят в рай? Те, кто не верят в рай, их удел ад. И если мы с вами, мусульмане, верим и стараемся, так, то мы с вами, попадя на суд Божий, за свои старания получим благо. И в любом случае мы не проиграем. Те, кто не верит, они в любом случае проиграют в обоих мирах. И в этом мире проиграют, потому что человек, сколько бы ни заявлял о себе высокопарную, остаётся животным общественным. Оно не может индивидуализироваться, отделиться от всех остальных, в первую очередь от родителей. Никак не сможет. И если этот человек будет вот так относиться к родителям, ему ответ всё равно, как говорит молодежь, всё равно прилетит. Причём ему придёт так, что этому выстрелит, извиняюсь за мой жаргон, вот такой, конечно же, но он облегчает быстрое... Передачу эмоционального. Да. Эмоциональной окраски. Может быть, даже не в нём самом, в его детях, в внуках, если таковые будут. Но обязательно каждое деяние имеет награду. Награду бывает благом или наказанием. В России есть такая шутливая пословица «Наши внуки отомстят за наших детей». Что у нас со временем? Да, нам нужно сделать сейчас перерыв. Мы прервёмся. Отец Пётр Машковцев, настоятель Спасского собора, руководитель миссионерского отдела Вятской епархии в нашей студии. Нурислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова. Продолжаем нашу передачу, которая сегодня посвящена вопросам отношения к инвалидным, больным, старикам и всё-таки детям, потому что они тоже относятся к категории... Слабых. Слабых, да. И насколько этично определять своего близкого человека в социальное учреждение. Это если мы говорим не только о стариках. Мы знаем, что сегодня есть такие родители, которые тоже своих детей... Но они не только сегодня же, Азиз Алиич, есть, они всегда есть, да? Ну, да. Будем говорить, что... Их, может быть, не так много, но они есть. Есть такая ситуация, да. И, тем не менее, как мы говорили об отношении к родителям, к старшим и так далее, Сейчас мы говорим об отношении к детям. Я предлагаю вот вернуться к этому. А как мы... Как вообще возможно, вот, и как к этому относятся священные книги, что об этом сказано? Как можно своего ребёнка, маленького или не очень маленького, Оставлять один на один с этим миром? Ну, довольно жестоким миром. И какую награду тогда получит такой родитель? Ох, какой тяжёлый вздох. Нет, ну, это же... Это же... Мы с вами здесь довольно удачные... Удачливые родители. Ахамдулиля, слава Аллаху. А есть родители, у которых рождаются дети-инвалиды. Вот как им быть? Мы же не про сирот сейчас говорим. Нет, конечно. Сиротами маленько проще. Ну, и проще, и тем не менее, обязанности, обязанности уверующего в отношении сирот тоже есть, и они прописаны. Прописаны в Куране категорически и очень чётко, что нельзя имущество сироты присваивать, не для его блага использовать и так далее, и так далее. Здесь очень, намного проще. Да. Мы сейчас говорим о родных, как я понимаю, о детях, которые нуждаются в дополнительном медицинском уходе. Вот мы в последнее время в Кирове как бы видели с вами, как мама по факту убила своего ребёнка, оставив ребёнка одного без еды, без питья, как бы пошла развлекаться. Даже животным нельзя называть. Потому что такие грехи способны делать только человек. Животное никогда не бросит своё дитя. Животное, видели, сколько картинок бывало, что лань отдаёт себя на растерзание хищникам, чтобы они оставили в покое её детей. Это животное. Да. Большинство примеров матерей именно такое. Ведь мать, опять возвращаясь к слову, милость, рахльма. Рахльма – это определение в арабском языке матки. Самое лучшее время, которое провёл человек в своей жизни, пока он был у мамки в животе. Самое милостивое, самое благополучное, самое приятное, самое спокойное время было там. Поэтому выходит с плачем. Да. Не очень радуюсь этому миру. И дети бывают, конечно же, как Всевышний говорит, ваши дети, ваши семьи, испытания для вас. Это большая смута для мозгов человеческих. Как он это пройдёт, это для каждого человека огромное испытание. Я могу только сочувствовать. Мы можем организовываться в помощь этим людям. Что мы можем? Желать им терпения, желать им терпения, желать им терпения. А терпение – это что? Первый ключ к краю. Первый ключ к краю, который, может быть, для неё будет и главным, и единственным. Всё равно человек, женщина, мать. А если ещё и папа помогает, он герой. Если помогает. В российских семьях, к сожалению, почему-то часто такое бывает. Потому что сейчас, видите, результат воспитания получает всё это. Если мы хотим, чтобы нас не бросили, мы должны своих детей воспитать так, чтобы они не видели себе даже перспективы бросить нас. И чтобы они не бросали своих детей. По факту, воспитывая так своего ребёнка, ты воспитываешь будущее. Да. И этого ребёнка тоже. И будущих поколений, которые будут в твоей семье тоже. К каждому творению… Сейчас мысли не закончим. К каждому творению Всевышний предписал Ризак. Ризак – это то, что он скушает, то, что выпьет, оденет, использует в этой жизни. Сабабом, то есть причиной получения Ризака, могут быть отец, может быть мама, могут быть посторонние люди. Но человек это получит. Человек получит не только материальное, но и моральное отношение к себе, милость, ласку, терпение или отрицательные эмоции. Но он всё это получит. Если мы будем это понимать, как-то легче будет. Ну да, это испытание. Ну да, оно тяжело своим постоянством. То есть это не просто каждый день, это всё время. Это никогда не закончится. Это не закончится. Возникает такое впечатление у людей, извиняюсь. Да, да. Что реально это никогда не кончится. Они иногда приходят к неутешительным выводам, что, наверное, вся их жизнь стала чёрной и так далее. Вот вопрос сейчас. Отец Пётр, ну, подходит к вам ваше... Ну, бывают ведь такие случаи, наверное, прихожанка может подойти, да, и... Пытожане, которые приходят и говорят, всё, терпижу, больше нету моего, вот, ну, что делать? Как часто это бывает? И вообще вот люди зачем в этом случае к вам приходят? Я скажу, что те, которые приходят, это ещё хорошо, что они приходят, у них есть возможность прийти. Да, это, конечно, это выплеск, всё, что у них наболело. Это действительно такие матери, это, ну, это, не знаю, как назвать, это какой-то подвиг бывает. Ну, эти много таких женщин, которые остаются одни, им просто невозможно даже оставить своего ребёнка. И вот я даже по телефону позвонил одной женщине как-то мы и поддержали, и помогли, так она целый час просто благодарила, благодарила, и благодарила, что вот хоть кто-то внимание омротел на неё. Не знаю, что сказать, это... А что вы им в этот момент в поддержку говорите? Вот к чему, вот, ну, как вы, какие слова находите? Потому что в этой ситуации даже слова-то трудно найти. Я стараюсь не говорить. Я стараюсь... У нас при храме мы организовали такую службу милосердия. Я призываю, что помогите хотя бы вот, если вот она одна с этим ребёнком, и каково ей, а здесь хотя бы вот нас много, но по чуть-чуть, каждый что-то возьмёт, кто-то лекарство купит, кто-то посидит. То есть мы же это разобьём на несколько маленьких частей. А сколько... Человеку будет легче. Да. А нам радость, что мы помогли. Поэтому я только призываю, что давайте это... Мы в храме у нас в тетрадь есть социальная помощь, люди вот приходят туда, пишутся, и оказывается, столько людей мрошенных, о которых мы не знаем. Они боятся куда-то сходить, они ни в социальную помощь, ни в церковь не идут, они одни, один на один со своим горем. И вот кто-то знакомый узнаёт, записывает в тетрадь, мы созваниваемся и стараемся помочь. Потому что здесь только помогать. Вы пытаетесь разбить вот эту замкнутость, да? Чтобы человек не замкнулся в своей... Что она не одна. Да. А у вас, у нас, у мусульман, есть такая служба влагодарительная? Конечно, есть. Которые вы вот таким людям, как бы вот прямо мусульмане, помогали бы сами. Ну, у нас, видите, нет такой бы, как бы, организации официальной члены, нет. Но люди, которые, семьи нуждающиеся, они могут прийти, обратиться за помощью. Ну, не только нуждающиеся в материальном, а вот именно... Так приходят же. ...какой-то помощи конкретной. Они приходят, в основном им надо поговорить. Выговориться надо, да? Да, в основном взрослым надо выговориться. Детям надо, мы им говорим, если есть возможность, приведи своего ребёнка сюда на уроки. Даже он ничего учить не будет. Он просто поползает вместе со сверстниками. Да. Причём нам совершенно нет разницы. Ребёнок совершенно здоровый, ребёнок инвалид. Какая разница? Мы прекрасно помним пример пророка Нухали, Салям Ноя, который увидел паршивую собаку. Паршивая, то есть у меня Бог был там испорчен, лапа раненая, хвост кривой и так далее, и так далее. И улыбнулся. И она обратилась к нему с речью человеческим языком и сказала, «Разве ты смеёшься над созданием Бога? Ведь Он меня такой сделал». И Ной, пророк Ной, до конца жизни плакал от этого. Из-за того, что он с пренебрежением отнёсся к творению Божьему. А этот ребёнок такое же творение Божье. Ну, Бог его так сделал. Поэтому мы, если будем принимать... Очень трудно здоровому человеку, для больного помощь оказать, прийти по голове погладить даже. Очень трудно. И у нас, пока мы живые, пока есть такая возможность, есть шанс. Есть шанс для себя заработать баллы. Салаб. Салаб, конечно, понятно, всем мусульманам. А для него, собственно, скажем так, баллы для того, чтобы... В зачётную книжку. Да, открыть двери в рай. Ну, вот всё-таки у меня вопрос-то, он остаётся. Если мама одна, и если маме в этот момент предлагают не сдать ребёнка навсегда в какое-то медицинское учреждение, а что вот определи его хотя бы на полгода. Мы тут его подлечим, например, а ты пока там работу найдёшь, да, или ещё что-то, не знаю, там ремонт, в конце концов, в комнате сделаешь. Вот на такие вещи может мама согласиться, или это тоже осуждается? То есть не то, чтобы она совсем его там сдала и забыла вот ребёнка, да, в детский дом или ещё куда-то, в интернат. А вот она его навещает, этого ребёнка. Но он под присмотром врачей, он не дома. То есть это тоже недопустимо. Не с точки зрения христианства, не с точки зрения ислова. Ну, меня Всевышний бухгалтером не поставил, конечно же. Я обычно призываю не считать свои салабы, потому что в один момент они могут обнулиться. Ребёнок без мамы как? Я этого себе представить не могу. Как? Если она живая, лучше вот собираться в неё. Есть же фонды и в Казани. Во всех центральных городах есть фонды, которые оказывают помощь матерям. Есть храмы, мечети, православные храмы, где можно обратиться. Вот женщине немножко материально надо помочь, даже не для неё самой, а для её ребёнка. Врачи своё дело делают. Община верующих, я сейчас не уточняю, какой конфессии, община верующих своё дело делает. Мама своё дело делает. Когда мы так разобьём её трудности на кусочки, они же маленькие будут. То, о чём нам рассказывал, да, отец Пётр, когда один что-то может сделать маленькое, он делает, второй делает ещё что-то, и маме уже легче. Да, вот они разбивают это, и она не одна. Она видит, что эти трудности маленькие становятся. Ей легче, и от этого высвобождается энергия для её материнской любви к своему ребёнку. К сожалению, нам надо завершаться. Вот на этих словах-то и правильно как бы завершиться. Заканчивать надо программу. Потому что действительно вопрос материнской любви. Вот она должна высвобождаться. Вот эта энергия, потому что именно это и помогает людям жить. И любовь к родителям. Да. Об этом мы тоже говорили, не надо забывать первую часть. И на этой вот позитивной, так сказать, ноте мы завершаем свою передачу. Благодарим наших гостей. Нарислам Хаджи Касимов, имам мечети города Кирова, и отец Пётр Машковцев, настоятель Спасского собора, руководитель миссионерского отдела Вятской епархии. Алейкум и салям. До свидания. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Алейкум и салям.